В России за реабилитацию нацизма собираются сажать в тюрьму. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Сегодня парламентарии совместно с представителями общественности обсуждали, почему такой закон нужен и кто может попасть под его действия. Александра Агиенко поговорила с участниками встречи. Добрый вечер, Саша. Вам слово. Спасибо, Валерий. Этот законопроект возник не сегодня. Еще пять лет назад депутаты предлагали его рассмотреть в Госдуме. Но тогда эксперты посчитали его недоработанным. Летом прошлого года очередная попытка, которая также не увенчалась успехом. И вот, наконец, сегодня на заседании патриотической платформы партии «Единая Россия» депутат Ирина Яровая заявила о том, что законопроект все-таки внесут на рассмотрение в Госдуму. Депутат Яровая, автор многих скандальных законопроектов, в том числе об ограничении денежных переводов в России, предложила внести в уголовный кодекс поправки, которые установят штрафы и тюремные сроки до пяти лет за реабилитацию нацизма. По словам Яровой, таково требование времени. Все больше возникает разговоров в России и в мире, в которых подвергают сомнениям итоги Нюрнбергского процесса и пытаются в той или иной форме реабилитировать нацизм. Взять хотя бы политику, которую ведут сегодня страны Балтии. В России, по мнению депутата, свободно существуют различные нацистские объединения, то и дело возникают идеи реабилитировать генерала Власова. Это оскорбляет ветеранов и, по сути, является преступлением. По словам члена общественной палаты Максима Григорьева, который вместе с депутатами обсуждал этот законопроект, принимать его необходимо уже хотя бы потому, что разговоры, подвергающие сомнению решение Нюрнбергского процесса, возникают не только среди радикально настроенных группировок. Сейчас выходит на сцену такое поколение безобразованцев. Мало того, что эти люди не связывают себя страной, мало того, что они не ассоциируют себя с территорией, на которой они живут, эти люди еще и, знаете, такой дремучий уровень незнания, непонимания истории, непонимания того, что вообще происходило. Григорьев сам приводит в пример историю с каналом «Дождь». Скандальный опрос на сайте российской либеральной телекомпании «Облокаде Ленинграда» вызвал широкий общественный резонанс и санкции со стороны операторов кабельной и спутниковой связи. Когда именно депутаты рассмотрят законопроект, пока не уточняется. По словам законотворцев, документ этот уже получил одобрение со стороны Верховного суда. А вот по мнению правозащитников он требует основательной доработки. В противном случае в России появится закон, который будет ограничивать свободу слова и наложит вето на любые дискуссии о Второй мировой. «Надо действовать. Конечно, нужно с этим злом бороться. А то через определенное количество времени белое станет черным, а черное станет белым. Но я бы, то, что я слышал, поработал бы над формулировками, потому что там сформулировки очень слабые или не до конца сильные». Как именно будет доработан закон, покажет время. Известно, что от экспертов в ходе дискуссии поступали предложения ввести дополнительно запрет на книги, в которых затрагиваются идеи нацизма, и запретить въезд в Россию иностранцев, которые реабилитируют нацизм. Тем временем телеканал «Дождь», собственно, из-за которого депутаты вспомнили о законопроекте пятилетней давности, сегодня был отключен от очередного оператора кабельной и спутниковой связи. Как рассказали РТВА и в пресс-службе телеканала, все отключения идут вопреки договорным отношениям, и этот вопрос руководства «Дождя» уже будет решать в судебном порядке. Валерий. Спасибо, Саша. Это была московская корреспондент РТВА Александра Геенко, рассказавшая о новом витке скандала вокруг телеканала «Дождь».